В минувшие выходные в сельском поселении Развилковское принимали бойцов по армейскому рукопашному бою из Москвы и Подмосковья. Соревнования были посвящены памяти военнослужащего ВДВ Сергея Соломатина, погибшего при исполнении служебного долга в Афганистане. Молодые ребята, показывая свои навыки в этом виде спорта, боролись за приз главы поселения. В детском оздоровительном центре «Дельфин» прошло открытое первенство по армейскому рукопашному бою. В нем приняли участие ребята в возрасте от 6 до 17 лет. Предварительно было заявлено около 100 участников, но по факту их количество увеличилось до 200. Такого наплыва организаторы не ожидали и были очень довольны проявленным интересом спортсменов к мероприятию. Сейчас тема здорового образа жизни набирает большую популярность у молодежи. Отчасти это обусловно государственной поддержкой спорта. Как бы то ни было, главное, что все больше молодых людей отдают предпочтение здоровью. Спорт – это здоровье. Да, здоровый дух, здоровое в деле. Спорт – это все, это жизнь. Кто-то живет спортом, кто-то занимает. В любом случае надо заниматься, так как это здоровье. Почему именно рукопашный бой? Что этот вид спорта отличает от других? Ребята, которые занимаются им, точно знают ответ на этот вопрос и с радостью пропагандируют единоборство среди своих сверстников. У меня был один знакомый, он занимался футболом. Я ему постоянно говорю, чтобы он занимался рукопашным боем, поскольку это позволит защитить себя и не дать в обиду. Но не только молодые начинающие спортсмены в этот день были удостоены внимания. Не остались забытыми и тренеры. Игорь Чистяков, который воспитал не одно поколение борцов, из рук главы поселения получил награду за вклад в развитие спорта. Мне очень приятно, что администрация поселка Развилка осознает полезность труда моего и то, что для развития спорта в самом поселке Развилка. В последнее время в сельском поселении Развилковское большое значение уделяется спорту. От этого у ребят, живущих здесь, с каждым днем появляется все больше возможностей им заниматься. Подобное масштабное соревнование тут проводится впервые и администрация поселения не собирается на этом останавливаться. Будем брать курс именно на массовость, для того, чтобы действительно ребята вовлекались в спорт. И самое главное, работать в таком ключе. В этом первенстве по рукопашному бою кубок победителя увезли ребята из Балашихи. Второе общекомандное место заняли спортсмены из Ступина. А третье и четвертое разделили между собой Можайский Развилка. Они были награждены медалями, грамотами и ценными подарками в память об участии. Юлия Погосян, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Юлия Погосян, Александр Ильин, Елена Кошелева.